В китайской провинции Гуандун переработка электронных отходов превратилась в многомиллионный бизнес. Около 80% жителей города Гую зарабатывают на жизнь, разбирая старую электронику, чаще всего мобильные телефоны и компьютеры, и отбирая ценные компоненты, чтобы продать их на прибыльном черном рынке электронных отходов. Однако революция в области коммуникации, произошедшая после изобретения высоких технологий, имеет и темную сторону. Кайзер Ко является директором Байду, крупнейшего интернет-поисковика в Китае. Канцерогены, токсические испарения и загрязненная почва – это смертельная опасность, говорят эксперты. Но электронные отходы – проблема не только Китая. Западная Африка превратилась в площадку для хранения отходов со всего мира. По данным ООН, Китай и США производят одну треть мировых электронных отходов. Для решения этого вопроса Байду разработал инновационную технологию, которая поможет решить проблему утилизации электронных отходов в Китае. Это интернет-приложение «Станция переработки», разработанное при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций. Как же оно работает? Это спортсмены. Мы пишите в «ат» с. Это получается, что несколько производственных продуктов я добавляю в релизу. Сделай мне это релизу. Опять там в религию. А также, что нужно выбрать из древода, за это время я хочу собрать его, и тогда я пару фотографий. А теперь я выберу просто место я делаю, и который собрать в кое- macer. Аджи Верес — страновой директор ПРООН в Пекине. Приложение было протестировано в ТСЛ в Тянцзине, одном из крупнейших производителей электроники, а также крупнейшей компанией-переработчики на севере Китая. По словам Дэми Вонг, помощника менеджера в ТСЛ, ее компания планирует перерабатывать 100 тысяч тонн электронных отходов в год. Рабочие знают, что в старых приборах и электронике присутствуют токсичные материалы, и используют специальное оборудование для утилизации электронно-лучевых трубок и старых телевизоров. Все это является частью схемы, поддерживаемой китайским правительством в целях сокращения электронных отходов в стране. В случае отсутствия немедленных действий к 2017 году Китай обгонит США и станет крупнейшим производителем электронных отходов. Быстрый экономический рост Китая привел к высоким объемам потребления. Все больше людей могут позволить себе плоскоэкранные телевизоры, компьютеры и несколько мобильных телефонов, и часто обменивают старые модели на новые. Кайзер считает, что призыв через приложение к молодому поколению брать на себя ответственность поможет достичь цели. Есть надежда, что эта инициатива может помочь Китаю значительно сократить выработку электронных активов. Она также может сократить воздействие на здоровье людей, которые незаконно перерабатывают отходы, защитить водные ресурсы и окружающую среду. Репортаж подготовила Мэри Феррера для Организации Объединенных Наций.